Сегодня мы куховарим при помощи димексида, будем пытаться отварить поршни. Здесь они уже закипели, три поршня с ягуара, вот такие вот они. Ну то есть, нагар, да, я знаю, их бывает больше, но они как бы в нагаре. Мне интересно, как с этой задачей справится димексид, то есть вот он уже кипит. Здесь смысл в том, чтобы он кипел, там три поршня. Ставим на маленькое покипчивание. А ну давай, вливай туда. Полностью? Да, 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 полностью, это 100 миллилитров димексида. Не, ну это то, что просто от него. Так, теперь мы, давай вот чуть-чуть под это самое, ооо, пошел кипеть. Ну я на 500, наверное, поставим и на какое-то количество времени. Ну хрен его знает, вот 10 минут, даже не 10, даже минут 12 уже прошло. И вау, эффекта какого-то я вообще не увидел. То есть вот он поршень, я один вытащил, горячий, правда. Вот я его там просто тряпкой протер. Нифига, ну то есть вот нагар, вот как был на нем нагар, вот, например, поршень, который не это самое. Ну, как был нагар, так он и остался. Вот этот вот, например, мой посудомоечный лобоминт, вот поршни бывшные я отмывал. Вот как бы, вот это после посудомойки, дизельный поршень. Да, там не везде нагар отлип, но как бы по сравнению с тем, что есть, он прям вообще чистый. Я чуть-чуть плеснул вот такого моющего средства. Ну, вот он пенится. Ну, как бы, что-то я пока никаких вау-эффектов я не вижу. Ну, смотрите, вот прошло еще время. Так, вот этот новый поршень, который я заложил, вот этот, который изначально уже тут хрен знает сколько лежит. Какого-то вау-эффекта я не наблюдаю. То есть, вот это вот, оно сошкрябывается, если чем-то его поелозить, вот здесь вот этот нагар, вот он вот здесь вот сошкрябывается. Вот, 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 вот. Но это как бы механически. Ну, понятно, механически, если я щеткой его чищу, я их и чищу щетками. То есть, как бы, ну, вот смотрите, я так чуть-чуть... Ну, понятно, что там, допустим, каким-то скотч брайтиком, еще чем-нибудь его. Вот так, чтобы оно там, как рассказывают, что оно там отлипает, само всплывает, ну, ничего такого нету, как бы. Вот. Значит, что я хочу попробовать? Я, как бы, хочу чисто проверить, вот он, мой порошок, которым я в посудомойке мою. Я хочу им попробовать. Все, как бы, больше я не буду здесь. Вот, чуть-чуть. После того, как я добавил порошочек, вода стала черненькой. И, ну, крышку я протирал, чтобы было видно лучше. И я смотрю, есть какой-то эффект. То есть, сейчас вот посмотрим. Как бы, на ваших глазах, так? Встанем вот этот, который я закладывал позже всего. Вот я его... Блин! Хе-хе-хе-хе-хе. Но это ж другое дело. Сейчас мы его перевернем. Он горячий, как я не знаю, что. Как я не знаю, кто. Смотрите. Смотрите, как оно его помыло. Вот это лобомин. Вот димексиды, все это. Он даже, по-моему, снял вот эту вот... Кстати, вот эта вот пленка, вот эта пленка, ее даже снял. Он, скорее всего, димексиды ее растворил. Вот эту пленку. Она и так уже там была пожеванная никакая. Вот это я понимаю эффект. Но, в принципе, я думаю, можно вытаскивать. Сейчас по одному будем его отсюда извлекать. Смотрите. Ну, это ж другое дело. Это тот, что я закладывал позже. То есть, вот он после димексида. А вот это после лобоминда. Так, ну, давайте остальные достанем. Неплохо. Давайте. И вот этот вот. Вот он, нагар. Ну, для правильности эксперимента я заменю воду. Потому что здесь у меня димексид, лобоминд. И вот этот вот К2, который, я ее поменяю. Ну, вот она, чистая вода. Берем сразу же, закладываем сюда поршни. Чтоб поршень был полностью погружен в жидкость. Доливаем ножка водички до уровня. И засыпаем трошки порошка. Ну, вот где-то, где-то, где-то так. Смотрите, я думал, это димексид поразъедал вот эту вот, ну, тефлоновую штуку. Он видит? Ну, не тефлоновую, ну, короче, вот это вот фигня. А это не димексид. То есть, вот я здесь думал, что это именно вот димексид съел. Нифига димексид не съедая. То есть, это именно порошок. Просто порошок вот оно плавает. Его потом снял оттуда, да и все. Ну, в общем, плюс-минус оно тут сколько, минут 25, наверное, у меня коптилось. Ну, вообще, можно меньше. Я думаю, что все, можно вытаскивать это. Ну, как бы, вот оно. Вот он нагар. Ну, то есть, все как и в предыдущем результате. Только с димексидом там со всеми делами, а тут без димексида. Ну, и так уже, чтобы не пропадал раствор, закинем что-то мелкое сюда. Ну, в общем, по факту, веселый порошочек моет лучше всего. Все, что я пробовал. Ну, то есть, теперь вот этот вот нагар, который остается, да. То есть, ты берешь его вот так вот. Вот я хочу этот момент продемонстрировать. То есть, вот он, да, есть. Ты берешь его ногтем просто чуть-чуть раз. Ну, вот. Все. Ну, то есть, как бы, минимальная механическая обработка. Он рыхлый. И все. Он отсюда уходит. Ну, в общем, смотрите. Вот по факту, вот эта штука в качестве омывателя, моющего средства, оно не работает. Возможно, если вместо воды, там, применить масло, как-то его закипятить, может быть, оно чего-то и даст, что, типа, в двигателе оно, типа, что-то моет. Но по факту оно не работает. То есть, самый обычный порошок, засыпанный в кастрюлю, в кипящий раствор, отмывает даже вот эти, вот, типа, антизадирные наклейки, типа, тефлоновые, какие-нибудь там на поршнях. Вот это, ну, это просто, как бы, дрочь, мифы, и, как бы, ну, добавлять куда-то в посудомойки, еще куда-то. Я не вижу никакого резона, ничего он не моет. Он не имеет того эффекта, о котором люди думают или мечтают. Ну, короче, вот такой у меня получился результат. Продолжение следует...